Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Продолжаем вязание бактуса калейдоскоп. Сегодня у нас вторая деталь. Таблица абсолютно такая же, как была в предыдущий раз, только немножко с другими значениями. Обращайте внимание на количество провязываемых рядов. Количество рядов мне указано наверху таблицы. Это 50. Сколько набрать петель между двумя графами вы видите. Номер детали. Первая часть, вторая часть. Все как в прошлый раз. Первую часть мы надвязываем над первой деталькой, частью детали. Вспоминайте. Укладываем ее, как она у нас шла бы дальше. Надеваем на иглы на 78 петель 39 и 39. И провязываем деталь вверх. Вторая часть мы надеваем точно так же. Деталь изнанка к себе на иглы. Ту часть, которую мы закрыли. И по таблице второй части провязываем вторую деталь. Все как начали, так и есть. Первая часть соответствует первой, вторая часть соответствует вторую. Сейчас покажу. Откуда начинаем? Итак, если мы левую часть закрываем, правую у нас идет частичным вязанием. Тоже обратите внимание. Закрытие и частичное вязание у нас будут меняться местами. Первая и вторая детали, в общем-то, аналогичны. Поэтому начинаем мы вязание со стороны от той части, которая идет на частичное вязание. То есть хвостик нити у нас болтается в данном случае справа. Здесь, поскольку мы слева выполняем частичное вязание, хвостик нити у нас пойдет слева. И каретка у нас пойдет первое движение выполнять слева направо. Ряд провязан, после этого мы можем выполнять частичное вязание. Покажу вам, как буду надевать деталь на иглы. Мне нужно, ну, написано набрать, на самом деле надеть деталь на 78 петель. 39, 39. Ну, это так. Чтобы вам не пришлось считать, как центровать деталь относительно середины игольницы. Идем надевать деталь на иглы. 78 игл, 39, 39. Берем первую деталь изнанкой к себе. У меня есть разделительная полоса, закрытая косичкой. Если я разверну деталь лицом к себе, то вижу петельки, вот эти вот части косичек. Вот их я и надеваю на иголки. Таким образом у меня вся, вот этот вот, весь рубец уйдет внутрь. Его будет не видно. И таким нехитрым способом, надев закрытые петли на иголки, я могу продолжать вязать. То есть у меня просто будет набрано полотно на нужное количество игол. Все, вы можете провязывать ряд следующим цветом и выполнять убавки, ну, либо прибавки, у нас потом будут и прибавки тоже, в той последовательности, которая у вас указана в таблице. Никакой хитрости. Надели, провязали, все, все вопросы. Закончили деталь, можете, еще раз, если вам хочется, вы можете вставлять открытые петли. Нюанс в том, что количество петель закрытых и количество игол в следующей детали могут сильно не совпадать. И нам придется делать при посадке. Поэтому открытые петли вам будут, у вас все равно будут идти со сборкой. Закрытое полотно проще надевать на иголки. Поэтому делайте, как вам удобно. Я делаю так, как удобно, чтобы было быстрее, чтобы не плодить никакие бросовые нити, чтобы у нас ничего не путалось. И деталь была готова сразу. Поэтому надеваю, провязываю и готовимся к следующей части. Провязали. Результат нашей работы. Если вы действовали четко по таблице, четко по указаниям, у вас получается точно такой же. Точно такая же часть бактуса калейдоскоп, состоящая из четырех цветов. Результат 소개 Результат Р negotiated Продолжение следует...